Хаос прежде всего в головах, потому что презумпция правоты может превратиться в презумпцию беззакония в неправовом обществе. Так уже было, между прочим, когда милиция советская, она фактически была презумпцией беззакония. Так вот, знаете, есть такое выражение, история и границы государств пишутся кровью. Иногда и закон, или утверждение закона в обществе тоже пишется кровью. Вот как в данном случае в Днепре. Почему? Полицейские действовали правильно, они действовали по инструкции, они не пошли на сговор, они не пошли на взятку, они не стали отпускать этого человека, который предлагал им договориться. Другое дело, что это преступник был, и он их застрелил. Они этого не ожидали. Поэтому, понимаете, что такое презумпция правоты полицейского? Он представитель закона, он представитель закона в правовом обществе. Не беззакония, а закона. Это первое. Второе. Мы все-таки привыкли жить не по закону, а по понятиям, правилам, круговой поруки. Договориться. Так же, что? Вот они тоже пытались договориться. Не получилось? Взял и пристрелил. Поэтому второе. Надо формировать правовое сознание в обществе тоже. Что да, полицейский, да, это закон. Плохой, но это закон. Иначе по-другому не будет. По-другому не будет. Или опять мы, или опять к ментам, полицейских превратим в ментов, или все-таки будем идти вперед. Вадим, но при другом министре. Нет, нет, это, я скажу. Это, конечно же, потому что и политики должны подавать пример. Конечно же. Потому что договорники внутренние, сговоры, это же тоже пример беззакония. Не по-другому не будет. А регламент. Подождите, подождите. Кстати, Вадим, закон Авакова может быть принят, когда об этом договорится коалиция. Нет, Сергей, Сергей, они законные. Подождите. Вы, послушайте, у вас есть свой закон. У вас есть регламент в парламенте. Вы его как? Придерживаетесь этот регламент или нет? Регламент. Это ваш закон в парламенте. Закон вашей деятельности. Я придерживаюсь. Если вы, парни, ну не вы конкретно, а депутаты, не придерживаются парламент, надругаетесь, извращаете, насилуете этот регламент. Извращают, насилуют и так далее. Если все действуют, если политики, власть действует в обход закона, то что вы хотите, чтобы люди действовали не в обход закона? Они же берут пример. Они видят, если политики действуют в обход закона, они успешны, они богаты, их любят, их показывают. Да почему мы не можем? Наверное, в обход закона. Это есть хоть к успеху. Поэтому вот, к сожалению, из законы и история пишется кровью. Надо сделать выводы из этого. Еще раз, не бросаться вот этими словами, презумпция правоты, неправоты. Главное, не допустить, чтобы эта презумпция правоты не превратилась в презумпцию беззакония. Беззакония. Кирилл, одно...